День литературы Владимир Бондаренко Добрый день Ну что ж, давайте поговорим прежде всего о том, почему и как вы решили принять участие в фестивале «Точка сборки» Ну, я был очень рад, во-первых, потому что я Крым давно люблю и уважаю, прежде всего как раз за русскую культуру Крыма Ведь не секрет, что в начале XX века Крым был центром русской словесности Но это во многом благодаря Максу Волошину, Александру Грину и еще другим писателям, которые здесь так жили основательно и долго Но ведь сюда, начиная с Коктебельского этого Волошинского дома и вплоть до конца советского времени Наши два крупнейших домотворчества писателей Крым здесь были все главные русские писатели Как ни парадоксально, конечно, если говорить, я уважаю и Украину, и украинцев, но, скажем так, украинской культуры при всем желании В таком количестве, в каком тут была представлена русская культура, национальная русская культура, конечно, не было И тем более, поэтому, когда предложили, вот, Севастополь, приехала группа На самом деле, я как критик скажу, что это группа ведущих писателей России Это бывают случайные люди и так далее Здесь все собраны талантливые русские писатели И получается, что это, на самом деле, место сборки русской культуры уже сегодняшней То есть, Севастополь становится центром русской современной культуры И я думаю, эта встреча, она будет ежегодна Не случайна, и она важна и для севастопольцев Но и для Москвы, и для всей русской культуры Поэтому я поехал с большим удовольствием Юрий Велимович, вы? Я хочу сказать, что если вот уже переходить к современности То я скажу несколько слов о роман-газете, о журнале Роман-газета – это известнейший, да, такой российский журнал Он в следующем году будет отмечать свое 90-летие И если, вот, как Владимир справедливо сказал, что приехали лучшие русские писатели На фестиваль «Точка сборки», то роман-газета – это вот как раз один из лучших таких российских журналов И если говорить о том, чем связан роман-газета с Крымом То, естественно, что на протяжении всей истории журнала То есть в тех 90 лет печатались писатели, которые, в общем-то, представляли крымскую литературу А совсем недавно, это в прошлом году, мы выпустили сборник писателей Крыма Он называется «Мы вернулись домой» И все лучшие крымские писатели, они были представлены в этом сборнике Я хочу сказать, что этот сборник, он вышел повышенным тиражом Он получил огромную такую, в общем-то, хорошую прессу в России Он поступил во все библиотеки по всей стране И поступил там, где во все места, где выписывают роман-газеты Это не только библиотеки, это и подписчики Это и кафедры русского языка и литературы при крупнейших наших институтах и университетах И поэтому, собственно, роман-газета, она и дальше будет продолжать сотрудничать с писателями Крыма И мы ждем вот их новых, таких ярких, достойных произведений Которые уже с помощью роман-газеты станут известны всем российским читателям Давайте поговорим о программе фестиваля Сегодня уже, я так понимаю, третий день он идет Что уже, с кем познакомились, с кем встретились, какие впечатления? Ну, во-первых, мы друг с другом пообщались Потому что и в Москве мы общаемся не каждый день Плюс приехали писатели из Петербурга, из Москвы, из других крупных русских городов Так что это тоже сейчас, когда съездов писателей мало Там таких, раньше таких известных племмов мало То здесь вот такие встречи, это как бы опять мини-съезд русской литературы Вот, это первое А второе, конечно, на наши встречи приходят все литераторы Крыма Они приехали сюда из Феодосии, из других там, Алубки, Алусты То есть, кроме севастопольских Потому что для крымчан это, ну, не только глоток свежего воздуха Но и всегда, когда мощные писатели приезжают в ту или иную провинцию, глубинку Это, мало ли, может быть в результате этого через пять лет В Севастополе появится крупный литературный талант Потому что кроме заложенного от Бога дара, надо еще, ну, ауру вот такая вот Которая этот талант дает развиваться И поэтому, я думаю, может быть, даже не так нам важно, как крымчанам-севастопольцам Важны такие встречи И я могу добавить к этому, что не только приходят писатели, да, крымские А приходят люди, которые вот как-то сердцем и душой тянутся к литературе То есть, это сотрудники библиотек Это вот люди, которые занимаются и руководят культурой, значит, вот Севастополя и Крыма И это вообще люди, которые неравнодушны Это учителя словесности, это преподаватели русского языка Это люди из вузов То есть, это вот как раз та среда, внутри которой, собственно, и происходят вот эти культурные процессы И мне вот еще хочу добавить, что это речь идет не только вот, что пришли посмотреть на писателей Как-то узнать, что там писатели расскажут о своих книгах А еще очень много конкретных ставится, серьезных проблем То есть, это как формируются фонды, библиотек Это возможность, так сказать, писателям жить своим трудом То есть, проблема гонораров Это вот участие государства в культурной политике То есть, насколько вот современные библиотеки Имеют они средства для того, чтобы получать новинки литературы Особенно очень остро стоит вопрос о подписке на толстые литературные журналы Потому что сейчас, к сожалению, есть очень большие ограничения И библиотеки, которые всегда на протяжении, обычно, всей своей истории Выписывают толстые литературные журналы И тем самым как-то вот они оказываются, ну, что ли, в курсе всех новинных литературных И всех тех литературных дискуссий, которые ведутся сейчас Они не имеют такой возможности И вот просто даже, наверное, если у нас будет встреча с губернатором Мы постараемся донести вот эту озабоченность сотрудников библиотек Вот тем, как сейчас формируются фонды И что сейчас люди не имеют возможности читать новинки современной литературы И получать вот толстые литературные журналы В том числе и роман-газеты Так что очень много таких серьезных вопросов Которые, я думаю, тоже как-то, видимо, и культурная общественность И писатели вместе с властью должны будут решать Для того, чтобы действительно библиотеки, ну, не захерели Чтобы они продолжали оставаться такими островками культуры в нашей жизни А с читателями запланированы встречи? Да Вот кого бы хотели бы вы на них увидеть? Что? Кого бы хотели увидеть? Читатели? Каких? Молодых или более старшего возрастного? Ну, я думаю, это по-разному Из такие уже знатоки русской литературы Им очень интересно, чтобы приехал Анатолий Ким Это живой классик современный Такие известные прозаики, как Павел Крусанов Ведущий писатель из Петербурга Юрий Козлов, присутствующий здесь Драматург Нина Садур А молодым интересно приехали Вот сейчас есть яркое новое поколение русской литературы Ну, более известен Захар Прилепин, Сергей Шаргунов Ну, и с нами приехали тоже из этой команды, из этой обоймы Александр Снегирев Это, да, Герман Садулаев и Александр Снегирев И им интересно пообщаться с молодыми Узнать, о чем пишут молодые русские писатели Так что, конечно, встречи с читателями очень важны Да вообще, само по себе, вот как в песне поется, мы вернулись домой Вот мы все с радостью приехали в наш родной русский город Севастополь Потому что никуда не деться Это один из самых славных в своей истории русских городов Богатой культурой и военной историей и судьбой Так что это очень интересная встреча Ну, на мой взгляд, один из самых важных моментов То, что фестиваль является международным Люди приехали из разных стран На ваш взгляд, какое значение имеет то, что именно этот международный фестиваль Привели в Севастополе у нас? Может, ты скажешь? Ну, вы знаете, это действительно Ведь русский язык, он, ну, на нем разговаривают и пишут не только в России И поэтому то, что вот это, на фестиваль приехали Ну, те люди, которые, во-первых, пишут на русском языке Во-вторых, они пропагандируют нашу литературу И потом они очень люди, которые, ну, так трепетно и неравнодушно относятся к русской культуре И, конечно же, то, что на фестивале участвуют и представители Армении И представители Узбекистана, и украинская поэтесса И вот даже такой писатель известный, который живет в Америке Но вот душой тоже он как-то любит Россию Юрий Милославский, вот он тоже И серб, кстати Да, и еще есть очень действительно такой высокопрофессиональный переводчик И литературовед, и драматург из Сербии Владимир Каларич И, в общем-то, идут такие дискуссии И как раз вот все те вопросы, которые волнуют действительно Не только нас, вот живущих в России, наши проблемы А всю вот русскую диаспору, которая живет в разных странах И у этих людей, у них есть свой взгляд на мир У них есть свое понимание русского мира И у них есть свои требования, которые они предъявляют Вот к России, как, ну что ли, к матери такого русского мира И очень серьезные вещи тоже обсуждаются И устанавливаются контакты И уже речь идет об издании каких-то совместных проектов То есть там совместные какие-то альманахи И ищутся возможности для этого И главное, что благодаря этим людям Российские писатели, которые живут и в Крыму, и в России Они становятся известны в тех странах А мы, в свою очередь, знакомимся с творчеством вот этих людей И это и есть вот как раз те тоже точки сборки вот русского мира Которые разбросаны по вот этим разным странам Так что мне кажется, что это очень правильно Что этот фестиваль международный И если он станет постоянным Мне кажется, что состав участников из разных стран Его следует только расширять Интересно услышать ваше мнение на такую тему Мы живем в 21 веке Огромный поток информации, естественно, встречаем Очень много говорят о том, что люди не читают Кто-то говорит наоборот и так далее Но вот все-таки российский или русский Современный массовый читатель Он какой, на ваш взгляд? Ну, я считаю, что вообще мнение о том, что перестали читать, преувеличено Конечно, реальный спад литературы, культуры в целом Связан с разрушением державы Независимо советская, антисоветская Но это была одна из крупнейших держав мира И когда она рухнула, одновременно ведь нельзя, скажем, сохранить спорт Сохранить литературу А держава... Если держава рухнула, рушится и большой спорт И мы потеснились со своих позиций ведущих Рушится и экономика, и наука И, естественно, в литературе произошел спад Минуя все эти наши ридеры, интернеты и прочее Я думаю, сейчас начинается уже вновь возрождение интереса к литературе И молодым уже, скажем так, все равно, как читать Меня это не пугает Вот он через ридер читает, вон он ноутбук себе включил И читает новый роман Юры Козлова Или там мою какую-то критическую статью Ради бога Да и книга сама Вот знаете, я вам скажу одно Я читаю в основном, но тем более главный редактор газеты Читаю через интернет Как только вышла, книга появилась на сайте Но если это то, что мне интересно Я иду в книжный магазин и покупаю эту книгу То есть одно другому не мешает Вот, как бы сказать, вот заметили давно явление Вот вышла там сериал «Война и мир» Вдруг распродажа романа Льва Толстого увеличилась в десятки раз Вышла там «Белая гвардия» Булгакова То же самое и здесь Интернет и ридеры не мешают книжному чтению И я уверен, что книга как таковая Она тысячу лет, там, две тысячи лет существовала И будет существовать, пока человечество живет Ну я думаю, многие на это надеются Я, по крайней мере, точно Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу Спасибо большое, что пришли, что приехали в Севастополь И будем ждать новых встреч Слава Всевастополе Спасибо большое Напомню, говорили с участниками фестиваля «Точка сборки» Писателем, главным редактором журнала «Роман-газета» Юрием Козловым И критиком, главным редактором газеты «День литературы» Владимиром Бондаренко Далее в эфире информационного канала «Севастополь» Только важные и актуальные для города темы Оставайтесь с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин